Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN и сегодня в игре появилось новых три коллекционных танка на восьмом уровне. Ребята-разработчики зачастили с добавлением коллекционных тачек именно на восьмой левел, что я лично приветствую. В частности, у нас в игре добавились FV1066, STM62 вариант 2 и KPZ PR68P. Короче говоря, две машины средних и один легкий танк. Его сегодня выкатим из ангара под конец данного видоса, ну а дальше побегу снимать про ST-62 вариант 2 и про нового KPZ. Короче говоря, все эти видео будут появляться по очереди на канале, поэтому если хотите их не пропустить, прямо сейчас подписывайтесь на канал и ставьте палец на колокольчик, чтобы вам пришло соответствующее уведомление. Каким образом данные машины разработчиками введены в игру? Стартовало собрытие вечеринка в ангаре. Многие этой вечеринки ждали, но мне почему-то кажется, что далеко не всех пригласили на данную вечеринку. Почему я считаю именно так, я сейчас расскажу буквально через пару секунд, но для начала предоставлю слово спонсору данного видео. Эй, эй, там наверху, ты видишь меня? Да, да, это я тебя зову. Меня зовут Зёзя. Я создал свой мир Майнкрафта. Создал его в первый раз. Я первый раз здесь и ничего не понимаю. Здесь темно, страшно, и я не понимаю, куда мне идти и что мне делать. Но я надеюсь, что именно ты сможешь помочь мне разобраться в этом странном мире Майнкрафта. Мама говорила мне, что ломать это не строить, но по-моему, в этой игре всё как раз наоборот. Я ничего не понимаю, не понимаю, чем мне заниматься и с чего мне начинать. Я очень надеюсь на то, что ты придёшь ко мне на помощь и сможешь пообъяснить мне и подсказать, что именно требуется от меня в этой игре. Потому что пока для меня это всё загадка. Приходи ко мне на канал, ссылку ГСН пообещал добавить в описании к своему видео. И обязательно подпишись на мой канал. Приходи на мои прямые трансляции и в прямом эфире подсказывай мне, куда идти и чем заниматься. Я же пообещал ГСНу, что если ко мне придёт более тысячи подписчиков, то за каждую тысячу подписчиков ГСН получит 100 долларов. Мне кажется, что это неплохая помощь тебя, твоему другу, если ты не можешь ему задавнатить самостоятельно. Спасибо тебе большое за то, что ты придёшь ко мне в гости и станешь моим настоящим другом. Ну что ж, друзья, Зёзю вы слышали. Чем больше человек подпишется на его канал, тем больше вероятность того, что он заплатит мне 100 баксов, но и за каждую тысячу подписчиков на канале он будет мне давать по сотке. Ну, чем не повод поддержать меня, простым нажатием подписки на его канале. Мне почему-то кажется, что его ждёт успех. Я буду вам безумно благодарен, если вы, коль вы хотите мне помочь и поддержать меня, и не можете сами задонатить, то сделайте это кошельком Зёзи. Спасибо вам большое за то, что поддерживаете канал любыми доступными вам способами. Итак, ребят, почему я считаю, что на данную вечеринку позвали не всех? Давайте будем разбираться в том, что как можно получить, ну и где что у нас находится. Итак, если прочитать вот это вот всё, можно запутаться. То же самое касается и пояснения вот здесь вот внутри, но здесь ещё плюс-минус как-то более понятно всё становится. Если разложить всё по полкам, то по большому счёту всё очень просто. В магазине есть ключи синего цвета, которые вы можете купить за реальные деньги. Это единственный способ получения данных ключей. За эти ключи вы можете открывать вот эти вот серебряные коробки. В этих серебряных коробках, ребят, находится много всего вкусного, начиная от премиумных и коллекционных машин верхних уровней, ну и заканчивая всякого рода контейнерами. Самое жирное то, что здесь есть, это возможность получить от 750 голды до 200 тысяч. Кроме того, разработчики положили сюда вот этот анимированный аватар, который вы, если получите, сможете обменять на 10 тысяч золота. Это, я считаю, действительно крутой аватар, хотя к аватарам отношусь крайне спокойно. Ну, кроме тех, которые на голду менять можно. Что же касается того, как получить фиолетовый ключ, который даёт доступ к золотой коробке. Вот этот ключик, его, получается, можно взять себе только из вот этой серебряной коробки. Ну, либо собрать за счёт талисманов. Причём талисманов надо ни много ни мало, а целых 10 штук. То есть, для того, чтобы открыть один раз золотую коробку, надо однозначно 10 раз открыть серебряную. Ну, короче говоря, купить в магазине тем или иным способом 10 ключей синего цвета. Что касается вероятностей и шансов. На машины здесь вероятность выпадения 0,25%. Ну, и на новую машину целый 1% на FV1066. То есть, FV1066 вы сможете получить только из этих коробок. Из серебряной, простите, коробки или из золотой. Ну, а две других новых машины можете забрать за вот эти вот праздничные шары. Диско-шар. Так вот, ребят, дальше опускаясь вот сюда вниз, вы видите, что талисман выпадает с вероятностью 100%. Как я сказал, анимированный аватар, диско-шар всего лишь 0,10%. И ключ, который я называю фиолетовым, он же ключ для гала-вечеринки с вероятностью 3%. Оттуда же из этих серебряных контейнеров вы дополнительно можете забирать себе праздничные колпаки. К этому вернемся чуть позже. И, ребят, диско-шар. Вот эти вот диско-шары, собирая с той или иной вероятностью выпадения, вы можете использовать для получения одной из новых машин. А именно, КПЗ за 300 диско-шаров, либо СТМ-62 вариант 2 тоже за 300 шаров. Короче говоря, открываете серебряные коробки, из них забираете колпаки, и из них же забираете с какой-то там вероятностью диско-шары. Сколько понадобится, я не знаю, я не могу это перепроверить. Ну, короче говоря, просто верим на слово, что теоретически это возможно. Что же касается золотой коробки. Если вы откроете описание по золотой коробочке, то обратите внимание, что здесь те же самые танки, те же самые контейнеры, здесь больше голды. То есть, если там было от 750 до 200, 50, по-моему, да, или до 200, но не имеет значения особого, то здесь от 1000 до 300 тысяч. Те же самые внешние виды, те же самые диско-шары-колпаки, те же самые талисманы, опять-таки, на вот эти вот фиолетовые ключи, и их тоже надо собрать 10 штук. Здесь находится тот же самый аватар, но помимо всего остального, здесь еще положили вот этот фон профиля. И этот фон профиля вы сможете обменять на 500, ой, господи, на 50 тысяч золотом. Как он выглядит? Ну, вот таким вот образом выглядит, в принципе, как задний фон к самому игровому событию. Ну, и что касается вероятностей и шансов, то в золотой коробке вероятность выпадения машин практически в два раза выше и составляет неполные полпроцента. По основным тачкам и по FV 1066 увеличился шанс в целых пять раз. Пять процентов составляет вероятность выпадения отсюда этой новой тачки. Вот такой вот мини-ивентик, не ивентик, событие, не событие, но это, ребята, информация для тех, кто будет донатить и за реальные деньги покупать ключи. Что же могут себе позволить те, ребята, которые задонатить возможности не имеют, ну, либо не видят в этом никакого смысла? Вы можете собирать вот эти колпаки, играя за каждую победу, вы будете получать по колпаку, но только здесь, скорее всего, неправильный перевод. Тут написано, что ты также можешь получать 20 колпаков за каждую оставшуюся победу. Не за оставшуюся, а за первую победу ты можешь получить колпаки. То есть, вот у тебя есть одна победа, ты за нее колпаки получаешь, и так каждый день. Что вы можете брать за эти колпаки? Ну, как вы видите, за эти колпаки вы можете взять себе каму. Их предусмотрено 10 штучек. Вы можете взять себе обвес, который, честно, меня очень сильно разочаровал. Я не увидел в нем вообще ничего праздничного, интересного, какая-то такая вот, знаете, ну, не знаю, елка, не елка. Честно говоря, напоминает елочку на лобовом стекле у таксиста. Но это мое мнение, может, я как-то неправильно оцениваю. Поэтому мне кажется, что для тех игроков, которые будут вот просто играть, побеждать, собирать колпаки, и не более того, самое нормальное, что здесь есть, это возможность открыть вот эти вот контейнеры. Собери их все, и может, у кого-то там завалялись части, талисманы, на компенсацию в виде тысячи голды, которую вы получаете однозначно при открытии 7 таких контейнеров. Вот, в принципе, и вся прелесть. Вот и вся вечеринка в ангаре. Не могу сказать, что прям веселуха такая, вау-вау-вау, но возможность открыть пару контейнеров, собери их все, тоже, как говорится, на дороге не валяется. Ну, а теперь, ребят, давайте обсудим FV-1066. Обсуждать здесь действительно есть, что машина имеет как и огромные минуса, так и огромные плюсы. Начнем с минусов. Минус заключается в том, что это, да, легкие танки, стоило ожидать отсутствия у него какой-либо брони, но чтоб прям настолько, хотя, с другой стороны, я уже давно не удивляюсь этому вопросу. Ой, случайно, случайно забыл закрыть Зёзю. Ребят, я, кстати, вот уже подписался на Зёзю, я первый подписчик на его канале, а вот его первое видео. Ссылочку найдете в описании. Переходите, подписывайтесь и дайте мне возможность получить дополнительные средства на развитие канала. Так вот, ребят, в отношении FVM 1066. Это сущий картон. Кстати, стоит отметить, что конкретно на этом ресурсе он обозначен как премиумный, но по факту является коллекционкой. И в игру именно как коллекционный танк и введен. Ну, как вы видите, хвастаться здесь вообще просто нечем, нет никакой брони. Это сущий картон, такой себе любимчик фугасных орудий. Причем, ребят, это восьмой уровень. Здесь броня 20 миллиметров. Здесь броня 22 миллиметра. В башне здесь броня 25, 30 как максимум. Короче говоря, это прям лакомый кусок для всякого рода колебанов и подобных машин. Короче, да даже, я не знаю, те тачки, которые не обладают какими-то прям крутыми хэш-фугасами, обычной фугасницей, которая пробивает более 32 миллиметров, больше, чем достаточно, для того, чтобы на полную засовывать сюда урон, ну и, соответственно, выносить этого товарища, в том числе, возможно, и ваншотом, если куда-то круто попадете на каком-нибудь хорошем альфовом танке. Стоит отметить, что в то же время, несмотря на свою картонность и крайне скудную живучесть, машина обладает очень крутым орудием. Обратите внимание, один из лучших ДПМа, он на втором месте по ДПМу после РУ-251. При этом он имеет пробитие 205 миллиметров. Тоже второе место среди всех легких танков на своем восьмом уровне. Круче только у ФВ-301, у которого 225 единиц пробития. Все остальные, ребята, такого пробития не имеют. Что касается альфы, да, альфа не самая крутая, но, ребят, скорострельность просто бешеная. 4,5 секунды время перезарядки орудия. Опять-таки, такой же показатель, только у ФВ-301. При этом всем, у него скорость полета снаряда шикарная, что позволяет на дальних расстояниях довольно круто попадать в нужный момент, в нужную точку в вашем сопернике. Что касается скорости, да, здесь скорость не самая имбовая, грубо говоря, 70 километров, 23 назад, что вполне себе стандартизированный показатель для многих легких танков на этом уровне. И при этом всем, ребят, машина движется по карте в целом приемлемо. Да, безусловно, многие запихивают ее за пояс, особенно такие машины, как М41-90, или тот же самый РУ-251, но все равно задних машина не пасет. Хотя я бы сказал, что это, так, знаете, немножечко притянутое понятие, что задних не пасет, потому что 69, 69, ну и есть только два товарища в лице ВЗ-132 и того же самого ФВ-301, у которого 62 километра и 64, соответственно. Короче говоря, по подвижности машина такая, знаете, получилась средняковая, неплохая, но и суперкрутой ее не назовешь. Вообще, ребят, данную машину стоит заценивать непосредственно в бою, потому что сами цифры, ну прям вообще нормально, ни о чем не говорят. Что касается базовых показателей по орудию. Здесь у нас, ребят, в табличине указано время сведения в 3,1, десятую и разброс в 0,326. Что это такое? Как я уже сказал, необходимо в самой катке смотреть. ДПМ классный, 2581 и, я бы сказал, довольно-таки неплохое время перезарядки, чуть более 4,5 секунды. Сейчас немножечко все это дело перенастроим, ринемся в бой и посмотрим, как это реально показывает себя в нормальном, реальном бою, в стандартном рандоме. Ну, 205 пробития, как оно было, так и есть и средний урон в 200 единиц. Что-то легкого танка вполне себе нормальный показатель. Также машина довольно-таки комфортно отыгрывается на неровностях, имея угол склонения орудия вниз в минус 10. Но все-таки напомню по поводу того, что данный показатель предусмотрен в машине, ну, прям не для того, чтобы вам было удобно от башни отыгрывать, а лишь для того, чтобы вы могли покомфортнее прицелиться, когда куда-то, где-то как-то передвигаетесь по карте, ну и, соответственно, вам это будет более легкой задачей, нежели с более скудным углом склонения орудия вниз. Сейчас накину немножечко голды, вот так вот, чисто, знаете, от балды, просто для того, чтобы была с собой, как говорится. Ну и что касается оборудования, то с учетом того, что данная машина полностью картонная, однозначно добавляем ей хоть как-то хп-шки, хотя 72 единицы на восьмом уровне, это, знаете, так прям совсем котл наплакал. Ну а все остальное оставляем таким, как есть. Пробитие улучшать нет смысла, время сведения тоже. Что касается увеличения заряда для того, чтобы скорость полета снаряда была получше, тоже не вижу никакой ценности в таком улучшении, с учетом того, что там и так тысяча единиц по скорости присутствует. Ну что, берем машину и поехали затестим ее. Итак, ребят, погнали. С места, в принципе, срывается нормально, не могу сказать, что прям совсем бодро и летит как угорелый, но в целом ехать, как говорится, можно. Что касается маневренности, просто бешеная маневренность, когда начинал тестить данную тачку, то скажу откровенно, порой крайне сложно было вписаться куда-нибудь там в поворот в какой-то, это факт. Что касается откатиться назад, тоже очень бодро, подвижности больше, чем достаточно. Что касается самого геймплея, кому он понравится, он понравится исключительно тем игрокам, которые любят играть на легких танках. Я скажу откровенно, не любитель легких танков, потому что игра с постоянной мыслью о том, что мне каким-то образом, не дай бог, нельзя получить попадание от своего соперника, а уж тем более, не дай бог, мне выехать на какого-нибудь товарища с фугасницей, меня, честно говоря, смущает. Мне больше нравится более живучий танк, на котором я могу что-то делать, на котором я могу поехать, порасторговывать с собой, как-то разменяться, короче говоря, быть более полезным. В то же время, как я говорил, машина обладает крайне крутым по точности орудие. Оно действительно очень комфортное, блин, вот сейчас опять не вписался, то, о чем я и говорил. По точности орудие просто обалденное, время сведения заявленное, вроде бы и немножко великовато, но оно классное, оно комфортное, оно удобное. Что касается точности орудия в отношении того, чтобы выцелить и попасть на дальних расстояниях, тоже все реально на высоте. Короче говоря, если вы любитель тяжелых танков или вы любитель каких-нибудь хорошо забронированных ПТшек или хорошо забронированных средних танков, то эта машина вам не зайдет однозначно. Вы не получите от нее никакого удовлетворения. Но если вы любитель льцевод, который действительно любит кататься именно на таких машинах, ездить по карте, приезжать в неожиданные для соперников места, отбрасывать снаряд за снарядом и быть результативным именно в таком плане для своей команды, то данная тачка ну прям для вас создавалась разработчиками. Он действительно веселый, действительно интересный, просто не каждые руки смогут справиться с его, я бы сказал, пылким нравом и в то же время ну крайне, крайне слабым здоровьем. Что касается нашей результативности по данному бою. Машина показала себя в данном бою довольно-таки неплохо, я не лез на передовую, потому что ему это противопоказано, в то же время я смог накидать всего лишь 1118 единиц урона. Что касается фарма, это коллекционная машина и фармить на ней у вас не получится. Как вы видите, за первую победу за сегодняшний день я получаю 20 колпаков, плюс к тому я получаю жетон, для того, чтобы можно было еще и в игровом автомате что-то попытаться выбить. Что касается нашей результативности в разрезе команды, то я на великолепном третьем месте, но к сожалению с конца. И честно говоря, в данном случае хочу сам себе поставить уточку, потому что я ее заслуживаю. Вроде бы сыграл неплохо, а в то же время ничего особо-то и не сделал. Но это правда про эту машину и ничего другого снимать я не собираюсь. Я не собираюсь сделать 10, 20, 30 боев для того, чтобы показать вам самый результативный, самый крутой, ну и соответственно повесить золотую медаль на шею новому танку в нашей игре. Как я уже сказал, эта машина найдет своих обожателей, почитателей, любителей, мечтателей, которые будут хотеть поставить себе ее в ангар. Но в то же время эта машина не придется ко двору тем, кто не сможет с ней справиться. Я побежал снимать следующее видео про следующую новую тачку в нашей игре. Ну а вам, друзья мои, мира и обязательно спокойствия. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok